друзья всем привет вы на канале дмитрий лирюхин и я как обычно рассказываю вам всю хронологию владения своим автомобилем джили куры напоминаю вам приобретен автомобиль 2020 году за миллион четыреста пятьдесят тысяч рублей в комплектации flagship два года я уже эксплуатирую данный автомобиль уже даже за два года и хочу его и похвалить и конечно же поругать так как конечно же учитывая что автомобиль из первых партий он имеет ряд недостатков которые частично исправили в новых партиях 2022 21 года и частично не справили давайте же мы с вами об этом поговорим также я вам расскажу какие поломки какие плюсы какие доработки я сделал со своим автомобилем и конечно же продолжение моих визитов и что в итоге сказал дилер по поводу предыдущих моих обращений и так мы начинаем по поводу датчика капота мы все знаем что в зимой он очень часто выходит из строя за два года на удивление пока что все у меня нормально так же как и работа камер кругового обзора бывали небольшие такие заминки в плане тряски камеры но это было в принципе единожды и в принципе я считаю что все нормально после мойки после всего у меня никогда они не отваливались ну конечно же никогда не говори никогда но гарантия по крайней мере еще один год у меня действует на камеры кругового обзора конечно же об этом ролике мы с вами поговорим по поводу узлов в этом автомобиле на что идет гарантия у этого автомобиля есть своя сервисная книжка и в новых автомобилях уже идет другой технический регламент и конечно же сервисная книжка с другими гарантийными обязательствами вот так выглядит моя первая сервисная книжка джили первое потому что в первых партиях была она вот таким образом выглядела первый мой техрегламент вы сейчас можете его увидеть на экране мне кажется он корявый и скорее всего он от жили атлас первого поколения 18 новый техрегламент совершенно выглядит иначе не забудьте подписаться на канал я буду делать мойку паром напишите в комментариях кто также как и я педантично к этому относится для того чтобы смыть всю именно грязь и реагенты с зимы именно вот сейчас чтобы эксплуатировать автомобиль и дышать чистым воздухом и также сделал дезинфекцию кондиционера чтобы дышать чистым воздухом идем к задней части автомобиля в задней части автомобиля у многих вспучивалась краска на крышке багажника но опять же друзья автомобиль у меня в пленке также вы видите такие же косяки и на джили атлас про и на джили кулрей новых партиях к сожалению завод знает об этом браке и действительно он устраняет но вот у меня в принципе здесь пока прыщей не видно но опять же я подозревал что такое может быть поэтому наклеил автомобиль пленкой чтобы просто не было дополнительного головняка ну и также самое опасное место в джили кулре и джили атлас про это вот эта задняя сабля которая очень часто многих сильно прилегает об металл и начинает натирать либо в с левой стороны либо справа сейчас вы также на своем экране сможете это увидеть как у многих это натирает и действительно это не особо приятно моем автомобиле уже устоит сервопривод багажника эксплуатирую я его больше года и действительно я очень доволен и он потрясающе работает по приезду к дилеру как вы помните в предыдущем ролике я говорил что мне очень не нравится передние амортизаторы именно звуки при проезде неровностях каких-либо примеру стыке мостов либо плохая какая-нибудь грунтовая дорога просто начиналось брючать сама подвеска в предыдущем ролике конечно же я вам показывал как это у меня как это вы выявлено на моем автомобиле и действительно я приехал к своему любимому дилеру джили айса дубровка они сделали двойную диагностику то есть я к ним приехал два раза два раза они смотрели мой автомобиль и только после того когда они поставили его на подъемник конечно же не разобрали амортизатор и выявили действительно брак амортизатора мне поменяли их парой и что же я хочу сказать друзья если у вас есть такая проблема действительно не стесняйтесь езжайте к дилеру и доказывайте свою проблему потому что на них гарантия на подвеску 60 тысяч километров и действительно лучше все-таки заменить это по гарантии и я хочу сказать то что амортизаторы у меня гремели в принципе с самого начала когда я купил автомобиль очень было жестко проезжать стыки мостов но сейчас я просто удивлен я проезжаю лежачие полиции по неровным дорогам и никаких дополнительных шумовки у меня теперь нету действительно раньше как многие думали что подвеска в джили клэй могли сравнить с телегой действительно вы просто не ездили либо на новых партиях либо у вас бракованы амортизаторы поэтому я этим очень сильно доволен и я очень рад что мне заменили это по гарантии также по поводу передней оптики я могу сказать что все хорошо также я бронировал брони пленкой фары и хочу сказать что действительно это очень хорошее решение для того чтобы вас всегда были чистые фары потому что как ни крути олеофобное покрытие имеет любая полиуретановая пленка ну и конечно же дополнительно она защищает вас от камешков и от всего прочего также друзья если вы только купили автомобиль или присматривайтесь к нему не забудьте обязательно сделать бронь капота это мастхэв для нашего автомобиля потому что помимо того что сам кузов у нас оцинкован частично а именно давайте поговорим о оцинковке панели дверей автомобиля оцинкованы полностью а вот все остальные части оцинкованы только с наружной стороны то есть если у вас цветет крышка багажника изнутри после какого-то либо дтп это вино всему виной то что попала влага и конечно же та часть автомобиля внутрянка она не оцинкована это к сожалению вам не немцы которые славятся нашим двусторонней оцинковкой но при этом вы должны понимать да то что крыша не оцинкована желательно ее сделать какую дополнительную бронепленку и капот это самые слабые места по кузовому в этом автомобиле лакокрасочный автомобиль лакокрасочное покрытие в районе 110 микрон моего именно автомобиля в новых партиях в районе 120-130 ну стандарт рынка так вот что я хочу сказать друзья за момент эксплуатации в течение двух лет у меня были вот здесь вмятина вот здесь вмятина ну конечно же после посещения одного хорошего дилера под названием обухов домодедово но да ладно и конечно же я эти вмятины устранил вот эти две вмятины которые здесь были взяли у меня 2000 рублей и сказали что действительно с такого металла мягкого они еще никогда не видели ребята которые исправляли вмятины и конечно же пленка от этих камешков она спасает для того чтобы у вас лакокрасочное было целое также не повредилась краска но от вмятин вам придется все равно ехать и их устранять также вот сейчас можно увидеть вот здесь находится у меня еще одна вмятина не знаю каким образом она здесь появилась в этой части ну бесит наверно какой-то камешек прилетел здесь металл более упругий очень странно что все таки здесь у меня осталось вмятина но она не такая большая чтобы ее сейчас исправлять поэтому в принципе я закрыл глаза ну и друзья как вы самое главное помните предыдущем ролике я ехал на замену по гарантии каркаса люка ранее у меня автомобиль при закрытии люка начинал вибрировать люк и сейчас вот вы можете увидеть что мне все заменили здесь у меня пузыри потому что в то время когда мне меняли люк образовалась влага от снега и вот так образовались такие пузыри при этом второе стекло люка все все нормально давайте окажемся в салоне я вам расскажу более подробно какие последствия произошли после замены люк первым визит мы был как раз на замену люка разобирали полностью стойки и саму крышу автомобиля разобрали действительно все очень хорошо никаких дефектов по потолку у меня тоже нету но столкнулся с двумя моментами первый момент на следующий день когда я получил машину поехал обратил внимание что здесь на этой части стойки а стойка пластиковая и имеет тканевое такое покрытие образовалась влага проверяю стойку правую все чисто все сухо смотрим лево ну вот можно увидеть что есть влага представляете как впитывает посмотрим уплотнитель всего в каком-то таком испарение то есть где-то у нас подтекает поеду опять к дилеру для того чтобы все это не исправляли после замены панорамный крыш это не особо хорошо когда в машине в салоне есть вода а именно на левой стойке с правой стороны этой влаги не было только с левой значит как-то что-то значит как-то вода сюда попадала это было честно за всю эксплуатацию автомобиля это с этим я столкнулся в первый раз вот сейчас вы можете увидеть как я нажимал на эту часть и выделялась как раз таки водичка а именно влага как заявили мастера они проверили полностью все сливные сливные отверстия сделали все хорошо также вы можете видеть сейчас на своем экране каркас люка каркас люка пластиковый вот такой артикул у него и конечно же меняется он полностью сборе старый каркас так и он сам по себе пластиковый каркас люка но он легкий совсем вообще они вообще ничего кроме вот этих салат так это передние до части да вот это перед заднее стекло на него садится а переднее стекло вот одевается на эти и вибрации были как раз вот отсюда при закрывании теперь конечно же люк у нас работает адекватно и вибрации отсутствует при закрытии люка цену на привод люкой крыши который был заменен я не знаю но артикул вы сейчас можете увидеть в сборе на экране как я вам ранее сказал привод сделан из пластика поэтому друзья и готовьтесь к тому что он недолговечный также вот была проведена проверка компонентов системы подачи топлива это так называемая сервисная компания что мне очень не понравилось после установки к нового каркаса люка моя панорамная часть крыши стала ниже они на уровне я сравнил со всеми автомобилями которые есть салоне и вот вы сейчас можете видеть что здесь больше всего грязи сейчас уже у нас особо нету никакой воды снега льда но друзья вот здесь в этом чай в этой в этой части постоянно теперь скапливается вода и лед если вы ездите и эксплуатируете автомобиль ну и конечно же вот тут такой вот большой выступ от самого уплотнителя и конечно же от самого уплотнителя и стекла поэтому друзья с этим уже сделать ничего нельзя как мне объяснили в салоне ребята то что тут никак по-другому не установить скорее всего это опять же идет хаотичность наших запчастей китайских потому что действительно у нас очень много поставок все наши запчасти допустим амортизаторы да тот же имеет тот же самый артикул но внешне они отличаются хотя артикул один и тот же скорее всего заводы разные поставщиков делают под одним артикулом но при этом может быть разные год амортизаторы левый и правый артикул вы можете увидеть на своем экране действительно у кого есть проблемы с посторонним звуком передней части автомобиля звук на неровностях это амортизаторы можете их заменить по гарантии но желательно чтобы разобрали старые амортизаторы и проверили их на братство особенно также это могу подтвердить по поводу заднего дворника у кого-то он ржавеет у кого-то он нет я сейчас пользую аналог я его эксплуатирую уже год в принципе никаких проблем нет у меня не заржавел но оригинал почему-то заржавел так что друзья имейте ввиду то что да действительно есть такой вот интересный рандом запчастей я могу сказать что сделали все аккуратно качественно но опять же друзья мне пришлось же конечно же приехать 1 сервис для того чтобы устранить вот этот момент с конденсатом да с влагой в салоне на левой стойке когда направо меня не было из сзади я обнаружил у меня сверчок как раз после замены панорамной крыши достаточно просто неровной поверхности и слушаем друзья вот ну в итоге приехал я второй раз в наш дилерский центр асс тут они меня разобрали опять стойку посмотрели верхнюю часть клипс и действительно одна из клипс просто-напросто отошла либо сломалась просто заменили и стало все лучше поэтому можно сказать я в принципе доволен всем происходящим то что мне все заменили сейчас приходится немножко ездить со шторкой при открытой чуть-чуть потому что если я открываю полностью при проезде на лежачих полицейских она бывает немножко у меня вибрирует но это не так сильно это не так заметно самое главное что у меня теперь полностью готовый к эксплуатации люк ну и конечно же друзья я очень в шоке от автомобиля теперь в хорошем смысле по поводу амортизаторов действительно он стал намного мягче проезжать лежачие полицейские и вообще в принципе я им очень доволен также вы можете сейчас увидеть как сохранилась за 38 тысяч километров пробега оплетка руля который я перешивал у андрея и действительно выглядит руль очень хорошо по поводу выхлопной системы а именно резонанса звука в банке глушителя дилер не сказал то что гарантия на его закончилась хотя в моей сервисной книжке написано именно что гарантия на выхлоп составляет 60 тысяч километров пробега и можно увидеть что элементы выпускной системы включая каталистические нейтрализаторы гарантия на них 60 тысяч километров на хром 12 месяцев и 15 тысяч это было ранее сейчас все поменялось и конечно же в новых гарантий сейчас уже есть тормозные диски ранее как я говорил о нем и меня их повело и конечно же что еще интересного в моей сервисной книжке срок службы автомобиля 72 месяца или 160 тысяч километров пробега но при этом дилер сказал что на 30 тысяч километров заканчивается эта гарантия вот друзья напишите пожалуйста откройте свою сервисную книжку и напишите как у вас потому что у меня вот такая информация я еще буду по этому поводу узнавать как это все работает и решать этот вопрос с дилером но опять же мне это проявляется только минусовую погоду около минус 10 и начинается этот сильный дребезжание выхлопа но всегда можно сделать аналог выхлопа в принципе но опять же это дополнительные траты ну попробуем сделать по гарантии потому что все таки в сервисной книжке у меня все прописано дополнительный колхоз наклейки с алиэкспресса не знаю кому-то и нравится кому-то нет я за взял в целях защиты но не не честно говоря не особо нравится потому что они более как-то колхозно наверно смотрится ну-ка отлетят так отлетят а вот эти накладочки под алюминий мне в принципе зашли вылет весьма интересно ссылочки конечно же как всегда будут в описании мне принципе нравится следующий момент как с которым я столкнулся вы можете кстати да увидеть что я купил вот такой чехол для подлокотника исключить исключительно для того чтобы не знаю сохранить стандартный вид но выглядит конечно он не особо круто я бы сказал паршивенько и вот обратил внимание вот такие царапки на самой панели вот сейчас вы детально можете это увидеть разглядеть вот в этом месте вполне возможно царапки появились от натирания моими джинсами вполне вероятно но все равно как-то раньше я особо не присматривался просто они здесь 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 как будто возможно как-то на сервисе где-то либо на мойке мне это повредили может быть и частично я поэтому я решил заранее дополнительно наклеить сюда интересную также алюминию алюминиевую панель с китая для того чтобы просто сохранить эти эталонный вид этой панели но к сожалению я не учел что вот эти бака к сожалению не закрывает поэтому буду с этим что-нибудь делать друзья напишите как это можно вот эти все царапки скрыть на своем автомобиле можем действительно есть какие-то интересные дешевые варианты как от этого уйти лично мне с накладкой стало нравится намного больше теперь есть гармония вместе с этой ручкой ну и друзья конечно же мне починили подлокотник теперь как бы я его не возьму у меня он никак не болтается а сидит на мертво ну и конечно же у меня здесь есть органайзер дополнительный и все работает отлично можно и вытянуть в подлокотник и пользуюсь я и радуюсь поэтому а дилеру спасибо огромное что прислушивается к моим моментам и конечно же помогает мне исправлять заводские косяки ну и конечно же друзья теперь я еще хочу вас проинформировать по поводу того что техрегламент на обслуживание опять же все подорожало и теперь несмотря что цены принципе не снизились на обслуживание нашего автомобиля а тех регламент поменялся опять же не в пользу клиента и теперь мы меняем воздушный салонный фильтр каждые 20000 ну возможно на момент просмотра этого ролика опять же что-то поменяется все у нас в россии как обычно может меняться в любое время нет и конечно же я хочу все-таки не как обычно говорить гадости про джили а хочу сказать что действительно они молодцы то что делают какие-то бесплатные сервисные акции когда мы приезжаем дилером за то что мы них обслуживаемся они нам дают какие-то дополнительные ништяки как зимняя акция замена патрубка или чего не такого плана это действительно очень радует и компенсирует высокую стоимость на прохождение этого официальных дилеров значит по замену люка и по замену амортизаторов я вам сказал в принципе все хорошо единственно жалко что мне пришлось погоняться два раза для того чтобы зафиксировать и амортизаторы и конечно же для того чтобы исправить вот эти косяки связанные с заменой люка ну и самое главное что я теперь просто кайфую от проезда лежачих полицейских стыков мостов и вообще на плохих дорогах также друзья была произведена диагностика температурного датчика автомобиль и оставлял понятное дело я не тестировали автомобиль на наш вот этот климат-контроль который очень сильно жарит и сервисная служба не выявила проблем поэтому друзья ждем мы дальше решения и знаете вот многие говорят что действительно блин дима ты придираешься машин это уже сколько производится но друзья машина до производится уже два года и можно было купить на старте продаж за миллион двести сорок в беларуси потому что беларуси у нас происходит хороший порядок цен на старте продаж при конвертации рубля понятное дело но за всю историю получается автомобиля есть модернизации спинки сидений греется лучше и лакокрасочное покрытие но при этом не на все сто процентов они все решили проблемы а именно климат-контроль до сих пор проблема нерешенной что мы покупаем автомобиль за миллион двести в начале старта продаж два года назад что сейчас за 2600 тире для 3 миллиона так будет такая же проблема понимаете это надо капец как всем нам постараться для того чтобы они эту эту проблему с климат-контролем все-таки решили потому что это не делаем не должно так так плохо это все работать до прошивка вот сейчас которая есть она немножко улучшает алгоритм действий но самый главный момент то что вот мы ставим выставляем минимальную температуру лоу да как называется она холодит ставим 17 5 градусов то все равно идет теплый воздух такой неприятный и это не особо нравится это неправильно я не знаю в первый раз сталкиваются автомобили с такую с таким дебильным климат-контролем скажем так хотя владельцы джили-кул-рей минимальных комплектаций замечают что там уже у кого обычные крутилки без климата работать все более чем адекватно но вот так вот такие палки в колеса в максимальных комплектациях нашего джили-кул-рей ну и друзья как вы помните я добиваюсь у представительства и вообще у всех официальных дилеров возможности решения проблемы такой как давайте заведем автомобиль как лимитер скорости в котором не хватает дополнительных вот нет 44 к примеру да там нет порядка не к некоторых цифр в районе четырех цифр за 200 километров выставления скорости и наш автомобиль не тормозит двигателем а именно 20-21 год в новых партиях это все исправили так почему же мы владельцы ранее приобретенных автомобилей не можем себе позволить исправление данного косяка как и исправление климат-контроля я считаю нам надо за это бороться чтобы автомобиль нормально держал скорость при круиз-контроле при лимитере скорости и конечно был полный список полный ряд цифр для более как правильной работы потому что действительно мы отдаем такие деньги за машину даже три с половиной миллиона можно купить партию двадцать первого года конца и там будет также неисправный этот момент поэтому друзья дилер мне отзвонился действительно признал этот момент не сейчас хочет и сейчас будет решать за предстоительством такую проблему он будет собирать статистику по этим автомобилям поэтому друзья желательно если хотите поддержать меня жалуйтесь дилером также на этот лимитер скорости чем больше будет чем больше мы будем жаловаться по этому моменту тем больше будет исправлений с этим моментом по климат по климату и круиз контролю с лимитером в целом автомобилем я очень доволен и действительно у меня сейчас такой вот момент и действительно я сейчас вот такой вот момент смирения со всеми косяками потому что я уже два года к нему уже привык действительно в автомобиль за эти деньги все равно у него не ну мало конкурентов которые дадут именно такое качество качество цены и оснащения такой баланс качества цены и оснащения потому что опять же черный потолок мне кажется никого кроме nissan qashqai мы в принципе не возьмем но там цена будет опять же порядок выше автомобиль не перестает радовать но иногда я грущу когда что-то вот происходит как-то не по моему сценарию скажем пробег на автомобиле 38000 километров сейчас я езжу гораздо меньше чем это было ранее связано это конечно же с рождением ребенка все поменялось в моей жизни и вы сами понимаете что происходит в мире поэтому друзья будем маленькими шажочками добиваться лучшего качества нашего автомобиля джели куры и конечно же помогите мне в друзья пожалуйста найти исполнителя кто сможет мне помочь с антикором и разбором заменой вот этих вот наших уплотнений потому что я их уже купил осталось только найти где это можно сделать так клубный сервис мне сказал что через два месяца записывайся хотя я должен был поехать на прошлых выходных и делать эти работы за эти работы не искали 6000 рублей действительно то есть взять разобрать поставить эти уплотнения новые про антикоррозировать и разобрать рейлинги это тоже добавить состава антикора для того чтобы продлить срок службы нашего автомобиля потому что чувствую ездить мы на них будем намного дольше а вот так друзья выглядит оригинальный поролон который устанавливается между крылом и дверью который соответственно у нас всю влагу впитывает в себя стоимость где-то по 700 рублей за штуку артикул вы видите на своем экране это за одну сторону и вот за другую вот эта левая накладка и соответственно оригинальный артикул который вам понадобится для того чтобы заказать на самом деле они из такого же точно материала поэтому друзья может быть вы напишите в комментариях где мне лучше сделать хорошо и качественно установку этих уплотнений и в этих зонах риска сделать хороший антикорр также я хочу сделать антикорр именно в самих рейлингах потому что там не все так гладко и конечно же друзья работой дилера айсс дубровка я очень доволен несмотря даже на мелкие к сети которые были выявлены но самое главное ребята все смогли исправить поэтому друзья конечно же с косяками в джип автомобиля я в большей части уже привык именно то есть конструктив работы обогревов в зимнее время ну это в принципе ладно зимой можно потерпеть и поездить на таком китайском алгоритме в принципе с этим уже после двух лет эксплуатации я привык на самом деле но скажу честно на предыдущем корейцы реализация обогревов была сделана намного лучше и с умом здесь к сожалению китайцы слишком сэкономили в дальнейшем планирую заменить на колесные диски с перфорацией я уже заказал колодки новые поэтому друзья следите за новостями будем менять тормозную систему потому что вот это прилипание тормозных колодков колодок уже надоело действительно но я считаю лучше заранее все забронировать для того чтобы сохранить эталонный вид и действительно на моей практике на моем автомобиле видно что никакой ржавчины у меня не образовалась пока еще конечно же пока но при этом пленка работает и в принципе все особо хорошо но действительно за того что мы купили автомобиль новый конечно же на гарантии пришлось столкнуться с моментами гарантийными и действительно мои поездки дилерам очень сильно зачастили многие дилеры меня уже ненавидят к дилерам я уже езжу как себе домой да действительно друзьям по мелочи приходится все это исправлять но действительно вы можете увидеть что за два года машина уже преобразовалась и осталось только два момента 3 опять же лимитер скорости климат-контроль и выхлоп для того чтобы этот автомобиль был идеальный ну как скажем как идеальным завода с конструктивом допустим обогрева лобовых лобового стекла уже тут наверное будет все сложно что-то сделать но посмотрим может быть кто-нибудь из производителей стекол сможет что-нибудь интересное сделать для того чтобы это было работало как надо друзья всем огромное спасибо за просмотр и желаю вам всем здоровья и мирного неба над головой друзья до встречи и пока на новых площадках